В этом году в Самаре отремонтируют дороги на 37 участках общей длиной 45 километров. Из них 34 участка по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Все работы по нацпроекту завершат до 31 августа. На улице Казачьей идет обновление дорожного покрытия. Новый асфальт укладывают в пределах улиц Осетинской и Шоссейной, где появится высокопрочное дорожное полотно по всей ширине проезжей части. Ремонт участка подрядчик планирует завершить до конца недели. В этом году в областной столице запланирован ремонт тротуаров, включая участки по улице Аэродромной от Авроры до Сквера энтузиастов и от остановки Парк Победы до дома номер 118 по улице Аэродромной, а также по улице Охтинской от улицы Воздушного флота до дома номер 50. Глава региона Вячеслав Федорищев встретился со студентами, которые будут проходить стажировку в правительстве Самарской области. Им предстоит изучить деятельность администрации губернатора, министерств, департаментов и затем подготовить свои предложения по улучшению работы. Стажировку в правительстве пройдут более 30 человек. С 20 по 27 августа из-за соревнований по велоспорту перекроют движение транспорта на региональных дорогах Урал-Муханово, Бузаевка-Чубовка, Урал-Муханово и Тольятти-Приволжский. Банк России временно остановил публикацию статистики по внебиржевому валютному рынку. В целях ограничения санкционного влияния приостановлена публикация ежедневной информации об объемах торгов долларом, евро и юанем по отношению к рублю, которые рассчитываются на основе внебиржевых торгов. Жители Самары вошли в топ-3 самых суеверных россиян при покупке жилья. Наиболее мнительными в плане плохих примет оказались москвичи – замкнули тройку казанцы. Самым распространенным суеверием, связанным с переездом, стало убеждение в том, что первой в новое жилье должна зайти кошка. Стала известна новая мошенническая схема обмана россиян, которые ищут работу в интернете. Псевдонаниматели просят подключить демонстрацию экрана при собеседованиях, в результате чего получают доступ ко всем приложениям на компьютере. Эксперты советуют проверять потенциального работодателя, найти информацию о компании в интернете, позвонить по указанным номерам и уточнить наличие вакансии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова